На этих кадрах Юля выходит из дома с дочерью. Просто погулять. Но не успевает дойти до лифта, как из соседней квартиры на нее набросилась женщина. Этого не видно. Однако по звукам можно понять, что происходит потасовка. Сейчас девушка вспоминает, что было страшно. Она старалась защитить ребенка и приняла удар на себя. Соседи говорят, что эта женщина терроризирует весь дом уже несколько лет. А истории с ее участием одна хуже другой. Три года назад она избила воспитателя в детском саду, но отделалась штрафом. В 2018 году ее сын босиком выбежал к консьержке и кричал, что мама умерла. Тогда ее увезли на скорой в состоянии опьянения. А недавно она избила представителя управляющей компании, когда та пыталась урегулировать очередной конфликт. Я не успела открыть рот и только произнести первое слово и получила кулаком в левую сторону височную. В результате у меня было засвидетельствовано, что сотрясение мозга, затем гематома на левой стороне, ну и гипертонический кризис. А последний случай агрессии уже стал известен всему городу. На прошлой неделе женщина с железной тростью в пакете ворвалась в школу. По словам директора школы, она мама одного из учеников младших классов. Но никто в коридор ее не пускал. Это запрещено. Женщина самостоятельно перешагнула турникет. И чтобы избежать последствий, директор увел ее в кабинет. Но та потом сбежала. Охарактеризовать семью директор так и не решился. Но сказал, что ребенок хороший и его нужно спасать. О спасении ребенка говорит и бывший муж Елены Павел. Нам по телефону он признался, что его жена стала будто сходить с ума несколько лет назад. Человек, я так понимаю, немного сошел с ума. Возможно, употребление каких-то наркотиков. Я перестал ее понимать. Мы разошлись пять лет назад. На протяжении этого времени только все хуже, хуже и хуже. Сейчас, по словам мужчины, он собирает документы, чтобы лишить свою бывшую жену родительских прав. А что касается безопасности других детей, живущих в ее дворе, то в полиции бессильны. По их словам, они не могут задержать женщину по закону. Та же политика и в медучреждениях. Все лечения проходят только по желанию самого человека, утверждают в Минздраве. Принудительная госпитализация может быть только после согласия родственников или через суд. Анна Кузьмина, Николай Чистяков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова